Друзья, всем привет! Сегодня мы с товарищем Андреем будем готовить скумбрию, но в качестве гарнировки будет картофель, я так назову его правильный картофель, в плане его приготовления вы посмотрите, это такой мой вариант, и я думаю, что вы после этого захотите попробовать и будете готовить именно так. И будет свежий салат из кальраби. Мы начнем с самого главного, это филировка рыбы. Я готов. Начать сам или покажи? Нет, а я хотел сказать, а почему именно скумбрия? Почему именно скумбрия? Скумбрия идеальна, потому что мы ее еще будем с тобой немного коптить. Мы же все любим копченую скумбрию. Я подумал, что тебе просто цвет понравился. Я так и прихожу, как выбираю в магазине, вот это хорошего цвета, давайте мне, пожалуйста, две. Так, берем. К моим ножом? Кладем, ну естественно, я же свой не буду пачкать, получается. Так, берем, так вот, под плавник, под 45 градусов заводим, подрезаем и убираем с брюшка, да, вот так получается. Теперь, где хвост. И смотри, надо чувствовать, чтобы ты чувствовал, что ты идешь вдоль хребта. По позвоночникам? Да. Так, здесь в брюшко вырезаешься. И теперь просто легким движением. Главное, не надо давить, не напрягаться, ничего. Вот так вот мы филе снимаем. Все. С второй стороны абсолютно зеркальный прием. Абсолютно. Тоже так вырезаемся, ведем по кости. Здесь, главное, придерживаем чуть брюха, приподнимаем брюхо, чтобы мы просто, если мы не будем приподнять, мы можем сразу резаться. Да, я понял, понял. Чтобы этого не сделать, мы, соответственно, ведем. И здесь сокращаем, да, амплитуду движений резательных, для того, чтобы мы, для того, чтобы у нас нож не соскочил, не попал нам в руку. Просто техника безопасности. Аккуратно. Окей, все, я понял. Дальше, соответствующий, следующий шаг обработки. Это мы убираем, подрезаем все косточки, ведем вдоль реберных костей. Убираем их сразу в сторону. Пинцетки нужны? Пока сейчас нет. Мы будем не пинцет, мы же профессионалы. У меня есть специальная штука. То есть, когда мы пользуемся пинцетом, мы говорим о своей некомпетентности, хочешь сказать? Не-не-не, мы профессионалы, мы принимаем специальный пинцет, специальный для ребёнка. А, все, я понял. Даже, можно сказать, плафлигубцы для рыбы. Так, проверяем. Да, все на ощупь, тактильно. То есть, берем палец и пальцем уже проводим непосредственно по самой рыбе. Таким образом, мы ощущаем присутствие всех костей. Срезаем все кости. Видишь, не получается у нас такое вот цельное, да, чистое филе. Так, и вот есть такая специальная штука, ребят, для удаления костей. В чем ее особенность? В том, что, в отличие от пинцета, когда мы зажимаем, все давление происходит на середину, иногда кость летает. Ну, понятно. А как ты ее фиксируешь полностью? Здесь железная хватка, да. И, соответственно, так же проводим. Железно. И вытаскиваем все кости, очищая их сразу с наших косых губц рыбных. То есть, ты весь процесс мне хочешь доверить от и до? Да, конечно. Ну, тогда тебе придется набраться терпения. Ребят, а вы никогда не задавали своего вопроса? Вот, я как вот позавчера плыл, короче, когда смотри, Женек на берегу. Сегодня иду, блин, он в лесу, грибы, а с ним все время дверь. Сегодня иду, грибы, лесу. Тезисы были сейчас. Да. Почему все медведи с тобой присутствуют? Потому что я через нее вообще, наверное, на этот канал и прихожу. А, это другой мир, короче, да? Может, я всегда, говорю, думал, что ты пришелец. Да, все. Отлично. Отлично. Теперь, соответственно, филе мы не будем промывать ничего. Вода портит только вкус рыбы, поэтому мы аккуратно ее пропитаем, да? Так. Удалим всю лишнюю влагу с стороны кожи. Прям туда же, где она лежала. Подберем это место. Уберем кости, чтобы они не попали на следующий филе. Понятно, да. Дальше мы переходим к следующему этапу. Это приготовление гарнира. В данном случае мы выбрали молодой картофель, что есть актуально, потому что сейчас сезон. Картошку молодую я всегда и вообще, в принципе, картофель стараюсь варить в кипящей воде, потому что таким образом лучше сохраняется крахмал. То есть она получается более такая рыхлая внутри, более нежная. Вот. Поэтому мы картофель перемещаем в кастрюлю. Бум-бум. Вот. Соответственно, мы дальше сейчас продолжим кипение, но сольем часть воды. Я сейчас буду объяснять по ходу дела для чего. Так, картофель снова дошел до кипения, потому что он немножко приостыл из-за того, что, соответственно, в холодной картофеле кипящая вода. Теперь мы часть воды просто сольем, чтобы осталось в один уровень. Теперь мы будем насыщать наш картофель вкусами, которые мы хотим в нем увидеть, учувствовать. Соответственно, первое, это соль. Здесь момент, соответственно, попробовать, чтобы ее не было много. И дальше мы будем добавлять в нее еще вкусовые сопроводители. Один из них это будет чеснок, который мы не будем чистить, а оп, просто раздавим. Молодой, тоже сезон. Один лавровый лист. Пару веток химьяна. Немножко елки. Моих цветов, Рубинок? Елка? Да. Да. И у нас здесь есть свежий шалфей, который также грядки тоже отправится сюда. И самый главный для меня ингредиент во время варки картофеля я не добавляю сливочное масло после, а всегда добавляю его до. Оно насыщает картофель сливочностью внутренне, а не, как мы обычно привыкли есть поверхностно. Такой получается бульон, в котором будет вариться наш молодой картофель. Попахивает чем-то нордическим. Нордическим, да. Ну, нордик нордиком, но для меня это, наверное, один из лучших вариантов приготовления картофеля. Так, дальше мы приготовим маринад для нашей скумбрии. Это будет оливковое масло, мисо-паста, и рыбный соус, так называемый гурум. Так, все идет. И хорошо это все вместе размешиваем, вместе до однородной консистенции. Это и будет именно маринадом для нашей макрели, для нашей скумбрии, которые мы будем обжаривать и немного подкоптим. Так, картошка там прикипела. Убавляем огонь. Нам не нужно, чтобы выпаривалась вода, потому что из этого будет сильно сконстрироваться вкус, и мы получим либо пересоленное, либо слишком пряное блюдо. Лучше всего закрыть его крышкой, чтобы все запахи оставались внутри. Когда мы что-то готовим и чувствуем запахи, это именно то, что запахи уходят. Сюда соль вообще мы не добавляем, на саму скумбрию мы тоже не добавляем соль, потому что как в мису, как и особенно в рыбном соусе содержится большое количество соли, особенно в рыбном. Поэтому этого надо нам присылать рецепты разделки. Как вы разделываете рыбу? Технику. технику. Так, где пассатижи наши? А, сначала мы подрезаем, да, сначала вот так вот чуть-чуть? Ну, мы убираем эти кости, да, подреберные кости, заводим нож. Слушай, мне проще пассатижи не, ты порвешь просто, смотри. Давай, можно еще раз? Ты держишься не здесь, а ты держишься как бы вот здесь ей будешь резать. То есть, ты заводишь туда пальцы и ведешь вдоль реберных костей. Делая легкое, вот так оно выглядит в движении. То есть, не вот такое, как бы, не пилищее движение, а легкое, как бы, скользящее. Так, и периодично, параллельно, точнее, мы займемся приготовлением соуса, он очень простой. Просто нагреваем сковородку, это первые шаги. Включаем нагрев и наливаем сюда квас. Мы будем его выпаривать. Нам нужно получить экстракт. Точнее, не экстракт, а констрат, прошу прощения. Теперь мы дальше, ребят, с вами замаринуем нашу макрель. Ну, не то, чтобы замаринуем, а польем этим соусом и отправим собственно в нашу коптильню гриль. хорошо это все проливаем и размазываем. Сам аренат будем наносить только исключительно со стороны филе. С кожей мы этого делать не будем. Этого даже не надо будет. Кожей мы положим на гриль, а именно филе мы не будем обжаривать. то есть мы его сверху только пропечем. Так, температура у нас сейчас 200, 180. Достаточно для рыбы, да? Да, более чем. Мы сейчас еще сразу добавим опилки и подкоптим заодно. Выкладываем нашу рыбу. А может решетку чем-то смазать сначала? у нас масло вот у нас смотри, мое. Видишь, что стекло? мы этим маслом и смазываем. Должна быть температура не выше 200 градусов. Я, кстати, люблю жареную рыбу на куглях. Сразу порт напоминает прибалтийский. Мы положили и так вот приподнимаем ее, чтобы кожа прихватилась, но не пристала к решетке. Я понял, да. Фиксируем ее на теле рыбы. Так, мы предварительно смочили. Здесь в данном случае мы используем яблочные опилки, яблочную стружку. Она хорошо пропиталась, то есть надо примерно минут 15-20, чтобы прошло. И посыпаем опилки на угли. Так, за счет того, что они мокрые, они будут медленно прогреваться, медленно клеить и давать дым. Теперь мы это все закрываем и оставляем. Слушай, а что у тебя за прибор такой? Где? Вот это? Это мандолина. Мандолина? Мандолина, да. Я так и думал, что ты все-таки еще и музыкант, творчик, человек, художник, поэт и музыкант. Да, сейчас как раз пришла... А я на гуслих умею играть. Пришло время мандолины. Мандолины? Да. А что играть будешь? Сейчас посмотрим серию капусты. Так, нам нужна будет кальраби. Но это может быть в принципе и обычная цветная капуста или красно-кочанная. То есть мы говорим про вкус. Здесь он более легкий, в отличие от самой цветной, от капусты белокочанной. Здесь он более такой деликантный. Вот хотелось бы именно его получить. И вообще, если так задуматься, мы с тобой готовим рыбу с капустой и квасом. Что может быть более русское, да? Ну, если не учитывать мису и гуру. Да. Этот прибор на самом деле очень коварный и опасный. Как все музыкальные. На нем пальцы оставляют. Ну, как слайсер, да, оставляют на электрическом слайсере, а это механический слайсер. Во. То есть, а у поваров зачетнее оставить пальцы на механическом или на электрическом слайсе? Одинаково, позорно. Позорно, все-таки позорно. Ну, блин, не то, что позорно, но... А нет никаких приспособлений там каких-нибудь захваток? Ну, это для слабаков. Ты живешь, это тоже в колпаке в поварском колледже? Конечно. Дома? Конечно. Ну... Могу голышом, но в колпаке. Не-не-не, понятно, да, я тоже в трусах в Кавказский дом хожу. Посмотрим, что у нас с квасом. Вот видите, он уже начинает немножко тянуться у нас. То есть, карамелизоваться? Карамелизоваться, да. Сахара загущают наш будущий соус. А точнее, нынешний, сейчас всего лишь квас. Так, дальше мы взяли кальраби, которые нам сейчас нужно будет подмариновать. Так, нам потребуется соль и всего-навсего оливковое масло. Это все ингредиенты, нужные для подмариновки. Поэтому я так назвал подмариновать, а не глобально мариновать. Подмариновать. Да. И хорошо это все сейчас вымешиваем. Кубаночка? Кубаночка, конечно. Так, хорошо она слипает, соответственно, нужно хорошо растереть, чтобы масло и соль попало на каждый кусок равномерно. На каждый слайс. Смотри, я подумал, мы используем в качестве кислоты лимон, ой, лайм. Да, и определись уж, да. Вспоминаю, что я прохожу, а там с левой стороны растет зеленый крыжовник и еще неспелый, ну, зеленый крыжовник, да, и зеленая, красная смородина. Не доспелая. Не доспелая, да. А, решил все-таки использовать. Думаю, мы эти краски кислоту именно эту будем использовать. Ага. Пробовать над Андрюхом какой-нибудь, да, эксперимент. Нет, 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 сразу. Отнекиваться. Ладно. Так, наш картофель. Ох ты. Так же, как же. Пока он, пока. Это тоже импровизация? Ну, как он, он отдыхает, чтобы подышал и лишним. А, то есть, видишь, она еще шестерит. поняли, да, когда человек отдыхает, подойдешь к нему ложкой по лгу, брум, блин. И он эффективнее начинает отдыхать. Это лишнее влага выходит с него. Чуть-чуть добавим буквально маслице. Она, она прям такая подкопчененькая. Да, приобрела форму. Зажила вся, смотри. Весь. Я, я знал, да, это? Да. Я же классический хирург. Девушки, сейчас здесь появится телефон, обращайтесь. Так, мы пока одно филе, да, мы сервируем одну порцию. Одно филе мы переложим в нашу тарелку. Так. Так, посмотрим на что-то. Можем вот так. Блястящее. Стороной. Так, и, собственно, в качестве кислоты мы с вами будем использовать, как я говорил, крыжовник зеленый, также красную смородину, тоже зеленую. Это идеальная альтернатива к кислоте, потому что сейчас как раз начался сезон, чем мы бы, допустим, использовали лайм. Да, теперь мы отправляем сюда нашу ягоду. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. А что это было опять? Так, и наша маринованная кальрабия. Капуста. Мы использовали альтернативную кислоту, в данном случае мы использовали крыжовник и красную смородину, тоже зеленую, еще не дозревшую. Также мы взяли соус на основе концентрированного кваса, который мы выпарили, даже не стали загручивать рахмалом, хотя была такая идея, но он отлично выпарился, не то, что отлично выпарился, а выпарился и стал хороший вкус, легкая, приятная сладость. Дальше у нас цветы шалфея, собственно, и укроп, как, куда там без картофеля, куда картофелю без укропа и наоборот. Пробуй первый, я через два часа. Я тебя понял. Добрый ты душа. Давай сразу попробуй так, ну, прям, ягодку бросить, картошечку туда, капусточку. Уменьшительно ласкательные все на одну илку. Да, по кусочку. Божественно. По-царски. По-царски. Как колье. Как колье. Вкусно. Вкусно. Очень вкусно. Как ты это блюдо назвал? Колье Клеопатре. Колье Клеопатре. Ребят, кому нужен креативный директор в ресторан? По названию меню исключительно. Твой тоже кислинки добавить, это прям вот в тему вообще прям зашло. слаймом было бы, как рыба слаймом. А здесь прям еще и хрустит хорошо текстура. Нужен ножок? Умешь? Я не образованный. Ребята, очень вкусно, очень классно. И кислинка здесь прям зашла, прям то, что надо. И плюс склады с кваса. А, ой, да, я чувствую, что-то тут наше где-то вот. Прям вот это. Наше где-то. Россия, Россия. Так что, ребята, присылайте нам тоже свои рецепты приготовления колье, колье тещи или как вы пожарили или сварили его. Нет, давайте, знаешь, на чем сойдемся. Вот вы посмотрели, как готовится картофель, это может как отдельное блюдо, то есть насыщено нашей пряностями, сливочным маслом. Если у вас есть какой-то интересный рецепт картофеля, потому что картофель, наверное, в нашей культуре имеет очень важное значение в целом в нашем менталитете употребления еды. было бы интересно послушать, как вы готовите картофель, может быть, какие-то травы, какие-то специи специальные добавляйте в него, это будет, наверное, полезная информация для нас, потому что вот я говорю, что я готовлю только так, а если я посмотрю, посмотрю у вас какой-нибудь интересный рецепт, я с удовольствием его буду. Выдем его за свой. За свой в следующий раз, да. Друзья, теперь я готовлю вот только так. Да, вот за что я тебя люблю, умеешь уходить от скандалов. Уж, Уж, как на сковородке. Друзья, а вам огромное спасибо, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы достреляли ролик до конца. Ждем от вас соответствующие реакции. Комментарии. Плюс, минус. Рассказывайте про наш канал другим людям. Братьям, сестрам, соседям, соседям. Советелям. Всем, да. Мы толерантны, да? Нет? Да, понимаешь? Это не значит да, я еще не сказал да. Все, всем пока, хорошего настроения, мы вас любим, и спасибо, шеф. Спасибо, Андрей, спасибо. Нет, это наш канал так называется. Нет, спасибо, шеф, действительно вкусно. Да, а почему ты не говоришь спасибо? Я сказал, спасибо, Андрей, а ты говоришь, что это наш канал. Наконец-то я наелся. Наш канал, спасибо, Андрей. Наконец-то я наелся, а то все время краски лопаю. Друзья, всем спасибо огромное, и побольше вкусной еды и эмоций. Пока-пока. Да, хорошее настроение, удачи, пока. Как ее зовут, или его? Его, ты там не видишь, там вот такие висят. А, вижу, у тебя на плече, на ушах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok